Так это что? Это чё, симулятор Панина, что ли? Я не понимаю, мне это зачем? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это Undertale Anniversary. Что? А, ну, наверное, игра, я так понимаю, была приурочена к годовщине Undertale или как-то так. В общем, вы уже поняли, это, как бы это сказать, Annoying Dog Interactive, наверное, так это надо назвать. А, вот у меня, кстати, на ссылке внизу написано, что игра на самом деле называется Undertale Anniversary Interactive Short. Interactive Short она называется, вот так. Ну, вообще тут надо, как мы видим, тут надо взаимодействовать вот-вот с этим вот. Поэтому смотрите, как бы у вас, вот если кто-то почувствует, что у вас вот-вот произойдёт передоз няшности, я прошу вас сразу отойти резко от монитора, посмотреть на что-то, не знаю, брутальное, отвратительное, мерзкое, пять секунд и перевести глаза обратно, иначе можно упасть от концентрации няшности в обманок. Я предупредил. Так, давай, поставьте рядом с собой фотку, я не знаю, бритоголового Джессина Стетхэма или что-нибудь в этом роде, чтобы, чтобы ми-ми-ми не захватило ваш мозг полностью. Смотрите. Вот рожа твоя, блин, смотрит, лыбится и моргает. И я что-то должен с ним... О, смотрите, раз камень... Камешек, блин. Это не камешек, это резиновый мячик. Подождите. Ну, это стандартная тема, это можно сделать с абсолютно любым персонажем Undertale. Они вообще такие, ребята, покладистые достаточно. Я, к примеру, не думаю, что я бы любому бы позволил бы себя по голове гладить. Ну, что, Санс, Маффет, Папа... Папайрус, блин, размечтался. Папайруса, да нет, вроде как раз в такой игре. Ну, я не знаю, Санс, Маффет, кто там ещё был, Ториэль, они всё разрешают. Ну, давайте. Итак. О, смотрите, как она... Глаза от удовольствия. Сразу резко наша собачка превратилась в китайца. Вот так вот это происходит. Хотите, чтобы ваша собачка стала китайцем, резко её погладьте, и она сразу же встанет. Может, ещё даже кунг-фу выучат, чёрт его знает. Только давайте ещё раз попробуем. Там вылетает сердечко, это означает, что собачка нас любит. А, какая радость. И получается всё, да? Давайте три раза попробуем, и будем надеяться, может быть, на то, что собачка сейчас что-нибудь нам прогавкает. Нам, нам собачка ничего не гавкает, нам только мелодия гавкает на заднем плане, по-моему. Ну, давай же, скажи что-нибудь. Ну, не скажи что-нибудь, я не знаю. Сделай что-нибудь. Вот так, если бы собака сейчас это со мной заговорила, я бы, наверное, немножко подобосрался бы тут от страха. Ну, ладно, смотрите. Вопросик. Так, что за вопросик? Давайте мячик. Бросить артефакт. Прямо вообще диско-пёс. Эээ. У вас там что, целый семейный отряд, что ли? Чё это за мелодия? Я не знаю такой. В Андертейле не слышал, по крайней мере. Такое ощущение, как будто это собачьи тиры, я должен сейчас из ружья в них палить. Я не понимаю, а чё делать-то? Клацнуть куда-то надо? Ну-ка, подождите, пока давайте просто понаблюдаем. А! Как резко это происходит. Однако. Так, ну-ка ещё разок подождите. Наверное, то же самое, да? Давайте теперь попробуем клацать на собак, и может быть что-то изменится из-за этого. Давай лапы, лапы им заклацать. По носу, по глазу тебе, по носу тебе. Да и вам всё равно. Вечные, вечные собаки-оптимисты. Они уйдут, все улыбаются, им всё насрать. Не, ну... Я честно скажу, что артефакт, если вы вот на таком вот темпе будете за ним бежать, он как бы немножечко запылится и заговнится. Вы немного бы ускорились. Так, смотрите. Появилось ли что-то новое? Ничего, кстати, не появляется. То есть, всего три... Три атаки, что ли, будет? Да чё-то всё эпичнее и эпичнее музыкальное справа. Вот твою мать, как... Как это... Так это что? Это чё, симулятор Панина, что ли? Я не понимаю, мне это зачем? Это... Как его? Алексей Панин, если ты это смотришь, тебе это очень понравилось бы. Классная игра, блин. Я не знаю. Смотри мои видео. Подписывайся. Я специально для тебя пройду ещё чё-то про собак. Твою мать. Спасибо, Тоби Фокс. Зачем это? Зачем это? Зачем? Хорошо. Я понял. Давайте, если серьёзно, то, конечно, Панин тут абсолютно ни при чём. Но, мне интересно. Это... Эм. Твою мать. Вот эта вот собачка, это как бы явление Тоби Фокса в игре. То есть, он себя так представляет. Типа, вот позиционирует. Вот это, это я. На кой дьявол нужно надевать Тоби Фокса в лифчик и женские труселя? Абсолютно не понимаю. То есть, это... Это типа, с праздником тебя Тоби Фокс. А вот как бы ты выглядел в тюрьме, да? То есть, я не понимаю просто смысла. Это же не он сделал эту игру. Ещё сделали другие. Сказали ему ещё спасибо. Нарядили его в лифчик. Нарядили его в трусы. И сказали ему спасибо. В женские. Господи. Так, подождите. Я правильно понимаю, что на этом абсолютный бесповоротный конь. Может, можно клацнуть ещё под по роже по этой собачковой. Не, ну давайте ещё погладим его. Я не знаю. Блин, что-то коротко как-то. Неужели это всё? Даже геноцида какого-то нет. Ну, наверное, поэтому называется Interactive Short. Что это типа короткая, короткая Interactive. Так, ну-ка, подождите ещё раз. Господи. Опять. Сейчас опять вылезет. Опять же вылезет эта собачка. Чёрт, я её попрал. Вы представляете себе? Ох, да. Я не знаю. Может, попробовать развязать? Хотя я не знаю, зачем это делать на самом деле. Наверное, это глупо. Так, ну в общем, я так понимаю, что да, на этом как бы всё. Делать тут больше нечего. Это действительно довольно короткая игра взаимодействия. Спасибо тебе, Тоби Фокс, да. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Если у вас есть собака, никогда так её не наряжайте. Особенно, если это собака мужского пола. А Тоби Фокс, он вроде мужского пола, насколько я могу судить. Просто собака вам не обрадуется. И спасибо не скажет, если вы это сделаете. Давайте в таком случае, так я ещё раз точно убедюсь. Вот так, мы её ещё наконец-то напоследок погладим. И будем прощаться. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК. Вступайте в неё. Открывайте ссылки на видео и плейлисты, что видите прямо перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям. Нажимайте на колокольчик. Рядом с кнопочкой подписаться. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.